Пока весь мир негодует по поводу бесчеловечных преступлений группировки «Исламское государство» и пытается создать единую коалицию для борьбы с экстремистами, организация достигает все большего могущества и богатства. В условиях падения цен на нефть и бомбежек позиций боевиков торговля антиквариатом становится одним из основных источников финансирования организации. Каким образом подпольный рынок культурных ценностей финансирует деятельность террористов, расскажет Асем Хасенхаза. Группировка «Исламское государство» уже вошла в историю своей жестокости к людям. Однако в последнее время она прославилась еще и уничтожением древних памятников. На этих кадрах джихадисты безжалостно разрушают экспонаты в одном из богатейших музеев мира в Масуле. Эти кадры шокировали и всколыхнули весь мир. Однако это только показательные и четко подготовленные выступления. Все самое ценное с коммерческой точки зрения в целости и сохранности упаковано и ждет своих покупателей. Чем дороже исторический или культурный артефакт, тем вероятнее, что боевики попытаются сделать на нем деньги. Награбленное вывозится по тем же каналам и маршрутам, по которым идет краденая нефть и ввозится оружие. Керамические изделия, монеты и драгоценные украшения отправляются через посредников-коллекционеров страны Персидского залива. Более крупные ценные артефакты ждут, пока посредники подготовят почву для продажи их в Европе, Азии или США. Власти Ирака считают, что в трафике культурных наследий частично виновата международная коалиция. Ответственность лежит на международной коалиции. Я так считаю и думаю, что со мной согласятся многие. Медленные действия в отношении этих террористических групп вдохновили и подтолкнули экстремистов на совершение все более зверских преступлений. К сожалению, сейчас мы ничего не можем поделать. Места наших археологических раскопок находятся под контролем террористов. Получается, что мы полностью зависим от авиаударов, которые наносит международная коалиция во главе США. Мы считаем, что ей нужно быть более эффективной и быстрее реагировать на передвижение экстремистов. Бурный поток антиквариата, льющийся сейчас из Ближнего Востока, колыбели цивилизаций, резко оживил черный рынок. Предметы старины начали всплывать и на интернет-аукционе ebay. В компании утверждают, что сомнительные лоты снимаются с продаж. Но подавляющее большинство вывезенных из Ирака и Сирии предметов старины все же находят новых владельцев. Асем Хасем қызы Арайлы Малькенова.